Мы довольны игрой нашей команды, еще больше, конечно, довольны результатом, за которым мы сюда и приехали. Считаю, что первый тайм был полностью под нашим контролем. Мы очень хорошо владели мячом, очень хорошо перемещались. Но были проблемы, во многих эпизодах действовали слишком прямолинейно. Видимо, так поняли, что нужно так действовать. Но в этой прямолинействе, к сожалению, не было сложности для игроков в Зимбру. Второй тайм мы перестроились, и первые атаки были очень хорошие, продуктивные, закончились голым. Еще после этого были хорошие возможности. Потом, наверное, я думаю, что ответственность за результат несколько сковала наших игроков. Потом минут 15 игра выровнялась, в Зимбру имели какие-то полумоменты. В концовке опять мы имели несколько возможностей для того, чтобы наше преимущество так закрепить. Такая моя оценка игры. Спорадические подключения вперед по смыка. Это импровизация или тренингская установка? Ну, как говорится, знаете, как в жазе, импровизировать можно только на хорошо известную тему. Так что некоторые вещи все равно тренировках наигрываются. Я не скажу, что была установка непосредственно ему бежать, но включение защитников в современную данность. Пожалуйста, что еще? Вы, пожалуй, впервые за последнее время так комфортно сыграли в обороне Зимбру практически недавно ни одного. Были какие-то выходы, полумоменты, но момента явного не было ни одного. Это очень хорошее качество вашей обороны? Спасибо за вашу оценку. Я еще не посмотрел все эпизоды, поэтому не могу так стопроцентно, наверное, сказать. Но то, что мы очень много работаем не только в атаке и в обороне, это приносит свои плоды. И в данном конкретном случае то, что мы сыграли на ноль, и да, мы не позволили сопернику не создать ни одного голевого момента, но говорит, что значит игроки правильно воспринимают те требования, которые мы предъявляем в тренировочном процессе, прогрессируют. Я очень рад. Тот же Слава Пасмак, которого вы упомянули, показал, что не зря его вызывают в сборную. Мне кажется, что он один из сильнейших сегодня защитников в Молдавском чемпионате. Я думаю, что и дальше будет прогрессировать. Ну и другие игроки тоже сыграли очень хорошо. Состояние Фищука, если можно прокомментировать? Фищук начал подготовку уже с нами, так что будем надеяться, что к следующей игре он будет уже готов.